И все, привет, ребят! С вами Стрванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему уже любимейшему бездонатику. Сегодня у нас уже девятая часть. Младший лейтенант уже половина прокачанный. Вчера у нас был очень жесткий, интересный стрим, посвященный данному аккаунту, на котором мы выполнили все недельные заданки. Спасибо, ребят, всем, кто продолжает поддерживать данную замечательную рубрику. Сегодня у нас наконец-таки полноценно уже будет хорошее открытие контейнеров. Накопил я неплохую сумму. Не забывайте, что каждые 10 лайков это все так же один полноценный контейнер. Поэтому заходим в гараж. Вернее, не в гараж, а заходим в контейнер. Видим здесь 8 штучек, но это не все. Ведь я еще вчера не забрал недельные контейнеры, которых у меня еще плюс троечка обычных и плюс троечка недельных. Мы берем, забираем, получаем 50 уровень челленджа. У нас уже вчера появилась соточка танкойнов. Это значит, что сегодня мы покупаем также второй модуль, также мы покупаем второй резист, прокачиваем второй резист. И уже полноценно на всем этом новом вооружении, ну как вооружении, новых модулях, отправляемся в матчмейкинговый бой. Сегодня у нас довольно простые заданочки. Я даже думаю, что их не стоит менять. Командный боечек. Сыграть два боя, наверное, да? Соточку киллов дать, если все получится. Будет все по красоте, за два боя выполним все заданки, будет вообще супер, просто супер. Но для начала, как я уже сказал, мы открываем контейнеры. У меня их 11 штук. На предыдущем видосе, на момент записи этого видеоролика, я даже прямо сейчас зайду, посмотрю, сколько у нас есть. У нас есть 140 лайков. 140 лайков. То есть, соответственно, это 14 контейнеров. У меня есть 11 штучек. Соответственно, я еще чуть-чуть остаюсь должен. Плюс, не забываем про предыдущий видос. Потиху, потиху, что-то копится. Но ничего страшного, я думаю, что в будущем все это дело мы вместе с вами откроем. Поэтому приступаем к открытию. Надеемся на премочку, на премочку. 3500, кристаллы тоже нужны. Также нужны аптечки. У меня уже аптечки, оказывается, заканчиваются. Падают батарейки. Падает 10 тысяч кристаллов, это очень хорошо. Миночки нет. Батарейки тоже уже такое себе. Дэшечки, ну такое себе. 3500, ну можно. Батарейки, почему именно батарейки? Почему именно мины? Ну что-то, что-то дай хоть. Магнума устройства, лафет. Зачем мне магнума устройства? И дэшки. Не упало ничего из того, что я хотел. Хотя упало немножечко хотя бы кристаллов. Но все, премку не дает. Не дает мне мою премочку. Где моя премочка? Нет ее. Просто нету. Я не знаю, что делать. Забираем по чуть-почуть бабосика. Забираем сотик. Забираем еще сверху сотик. Можно было бы сейчас прямо взять. Бах, премочку. Но премочку мы взять не можем. Потому что мы отправляемся в гараж. Открываем модули. Открываем второй модуль. Покупаем второй модуль. Не понял. Я купил второй модуль. И у меня написано, что недоступно. А вот, все, доступно стало. И покупаем второй резист на этот аккаунт. Был у нас один всего лишь резист от страйкера. Мы берем. Покупаем шафта. Резист, вернее, от шафта. Сразу он устанавливается. И покупаем МК2. Покупаем МК3. Покупаем МК4. И тратим еще где-то около... Сколько? 70 тысяч крисов. Может даже чуть больше. Но зато у меня теперь есть два реза. Два реза. Наконец-таки от шафта резистки появился. Совсем скоро. Я думаю, что даже мы его уже дальше прокачаем. 3000 ГС. Нифига, я уже расту. Я уже теперь такой более-более-более жесткий. А то я там зеленый был с двумя тысячами. Теперь я уже с тремя тысячами. С тремя тысячами. Неплохо, неплохо. Посмотрим, с кем у нас. Да, Брутик. Послезавтра Брутика еще прокачаем. Ну и на лейтенанте. Нам надо поднять звание. На лейтенанте уже приобретем диктатор. Следующий прокачки. Но я рад, что у нас наконец-таки уже появилось два реза. И то, что у нас есть полноценный резист от шафта. Это очень хороший бонус. Ну и это первый челлендж, который я полностью прошел на этом аккаунте. С этим тоже можно, ну так, что-то, что-то поздравить. Что-то, что-то поздравить. Отправляемся в бой. Можно было бы, конечно, сменить эту заданку на 100 киллов. Но вот я почему-то думаю, что если сменю эту заданку на 100 киллов, и там выпадет такая какая-нибудь печальная заданочка, которую я не смогу и не успею выполнить за этот видос. Поэтому я все-таки принимаю решение, что я набью лучше 100 киллов. Мне почему-то кажется, что это не так сложно. Но сейчас мы все это дело проверим. За два боя моя ставка. Моя ставка за два боя я 100 киллов набиваю. Может быть, конечно, не залетит. Но ставка есть ставка. Проверяем ее и смотрим, что у нас получится. У меня появилась даже одна теперь ядерная энергия. Видите количество аптечек, которое у меня осталось? 33 аптеки. Скоро я буду играть без аптек. Это жестко. Это жестко, да. Ну, что поделаешь. Расходочка в виде аптек не падает. Контейнеры. Хоть я и открываю, но там что-то не хочет мне давать эти аптеки. Буду скоро без аптек играть. Что поделаешь. Ничего страшного. Можно и без аптек играть в матчмейкинге. Да, будет немножко потяжелее. Буду чуть больше респиться. Но, может, в дальнейшем они мне еще и надропают. И тогда уже вместе с ними тоже будем катать. Ладно. Делаем акцент на киллы. Стараемся добивать. Стараемся уничтожать. И стараемся не давать моим тиммейтам забирать у меня фраги, которые я, например, начинаю накиливать. А то там я смотрю, Вика Громчик уже такой стоит на хороших подсосичах. Уже хочет мои фраги забирать. Но теперь мы будем играть по моим правилам. И хотел я забрать этот килл, как он у меня его стырил. Так, тысячу по шафту. Хорошо, добавки по шафту. Ашотик здесь на мамонта овердрайве. Прожимаем здесь овердруйвик свой. Не даю крит в упоре. Даю крит по следующему. Ну и стараемся. К слову, за счет диктатора-то самого овердрайва-то я буду сейвить. И я уже сколько аптек засейвил. Вы себе представить не можете, сколько я сейванул. А сколько еще засейвится, да, аптечек. Особенно в те моменты, когда у меня их не будет, этих аптек. Я думаю, что вот именно диктатора овердрайв меня и будет по большей части выручать. Так, это страйкер целится. Я думал, что это шафт. Я испугался, сразу за стенку заехал. А это какой-то страйкерочек. Неопытный страйкер. С каким-то не супер крутым устройством. Пытается здесь что-то понакидывать. Друг ты мой хороший. Так, давайте по хоречку. Хоречка-хоречка, блин. Не уничтожил его я. Ддшечка дроповая. Она мне, конечно же, нужна. Так, и здесь опять страйкер пытается свестись. Мне было бы неплохо вот этого хорька, ой, хантера, целить. Хорошо. Овердрайв не прожимаю. Тиммейтов рядом не видел. Возможно, сейчас респа где-нибудь, кого-нибудь зацеплю. А вот и васпик. Вот здесь вот можно как раз таки ему будет дать овердрайв. И попробовать накинуть вон туда урон. Но не залетел у меня, к сожалению. Хотя бы долетел на своей толстой каракатице. Так, ну давай, ашот, надо тебе на респ ехать. Хорошо, ашот, на респ. Васпика сразу, артурчика. Добавку по артурчику. Рус. Не знаю, как правильно ник читается, но... Вот этому русику чуть-чуть повезло. Ведь можно было его тоже уничтожать. Так, у меня 29 аптек осталось. Это значит, что полноценно в следующем видосе я уже буду без аптек. Жестко. Жестко, 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 жестко. Ну хотя бы на этот видос, я надеюсь, хватит. 13 килов пока что у меня. Не забывайте, что мне надо сотку. Я сказал, что я за три боя выполню. Но что-то как-то, если я столько килов буду давать, то я точно не успею. Ну ладно, стараемся. Пока что стараемся. Смотрим, что будет получаться. Так. Ареса. Сосулечка. Вернее, шарик. Упал. Так, Никитосика. Нет, Никитосика не успел я забрать. Никитосик от бомбочки. Я отвалился. Русо мы забрали. Так, что, кому там есть? Овер раздать. Хорошо. Вика и Зидочки раздаем. Овердрайв. Там челы уже играют на замечательных дронах, которые защитничек называются. Да, бригадирчика против кинуло. Оп, а вот здесь овердрайвик падает хороший, красивый. Так, прожимаем овер. Не знаю. А, я походу не дотянулся до своего тиммейта. Думал, до тиммейта дотянусь. Но не дотянулся, к сожалению. Ну ладно. Пробуем Хантер слить. Хантер уничтожаем. Там еще Диктатор был в простреле, но до него я не достал. 20 килов! 20 килов? 20 килов. Мне надо сотку. Мне надо сотик. Мне надо сотик. Ну, если уж не за два боя, ну хотя бы за три-то я должен выполнять. Правильно? Такую заданку. Если я уже за три боя не могу выполнить такую заданку, ну тогда это вообще просто габельная какая-то. Это вообще габельная. Может мне чуть-чуть не повезло, конечно, со званиями. Хотя, в принципе, я так посмотрел. Ну, как-то, ну, не такие уж и большие звания против. Можно было бы и дать даже в такой катке. В принципе. Ну ничего, ладно. Посмотрим. Посмотрим, что нам пикнет дальше. Оп! И смотрим. Проверочка шафта резиста. А, я не проверил шафта резиста. Меня уничтожил. А, мне уничтожил шафт, но там у меня хп уже было. Там уже резист хочешь не хочешь не спасет. Так, попробуем сейчас вот по этому шафту накинуть. Он там аптеку прожимал. А шот тоже на прицеле меня уже. А, нет, меня не урабатывает. Это хорошо. Мне дают шанс. Так. У меня почему-то дэшка сразу не нажалась. Не понял я прикола. Я вроде нажимал. А у меня не нажалась. Так, есть. Есть овердрайв. Шафту раздам. Будет нагибать. Будет разваливать всех. И вся. Так, у нас 70 киллов уже на команду. Это значит, что мне надо хотя бы еще в этой катке, ну, восьмерочку дать. Будет неплохо. А шота бы уничтожить. Было бы супер. Хорошо. Есть титанчик с овердрайвом. Титанчик будет прожимать. Да, прожал. Плохо. Плохо, 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 плохо. По аресу. По аресу. Хороший урон по аресу. Добавка по аресу. Овердрайв на центре. Хороший овердрайв. Контролейшн коммуникейшн. Сразу в полете еще добавки. Еще здесь харечка забираем. И теперь можно по аресу, по аресу добавить, добавить по аресу. Есть овер. Есть овер, который нужно сейчас грамотно реализовать. У нас остается 50 секунд до конца катки. 26 килов. Ну, до 30 дотянул, будет супер. Не дотянул, ну, тогда будет немножко грустновато. Пробуем. Пробуем до 30. Два кила у меня забрали. По харьку. Хорошо. Харька забираем. Хорошо. Хопера забираем. Арес. Нет, не успел. Здесь есть перед туннелем тип. Прожимаем аптечку. Это Ашот. Ашот проконтролировал меня, к сожалению. Ну, Ашот. Ну, красавец. Наконец-таки он реализовал свой мамонт овердрайв. Я уже думал, что он не знает даже, что такое мамонт овер. Оказывается, он знает. Оказывается, он в курсе, что можно давать с этим овердрайвом. А я-то уже подумал, что он такой неопытный боец. Так. По харечку. По харечку. Хорошо. Харечка забираем. И все. 30 килчиков. 30 килчиков за каточку. Думал, по 50 буду давать. Сразу первая каточка не пошла. Так жестко, как я хотел. Но ничего страшного. Нам надо еще 70 килов. Первые две заданки я выполнил. Вообще 70 килов. Можно было бы дать в каком-нибудь другом режиме. Например, какое-нибудь там ЦП. Может быть, получилось бы побольше дать. Да, я уж не беру во внимание вообще Джиггернаута. Конечно, на Джиггернауте можно было бы дать куда больше. Но Джиггернаут это Джиггернаут. У нас все-таки рубрика с страйкером, а не с каким-то Джиггернаутом. Поэтому мы пикаем по своим замечательным режимчикам. И стараемся уже в них забирать свои франки. Так. Нас запикивает, ну, на такой себе боечек. Такой себе, да. То есть, как бы, ну, там есть ребята, которые плюс-минус на моем уровне. А есть там бригадирчики, да. Ой, это шафты, титанчики, шафтики. Ну ладно, пробуем, пробуем, пробуем. Перепикивать уже не буду, буду пробовать. Будем смотреть, что будет. У нас здесь получается викинга-смока на два выстрела. Нет, на три выстрела. Ну, блин, он еще аптеку прожал. Ну, зачем ты чел-аптеку прожимаешь? Я не понимаю. Шафт планшотит? А, у меня хп уже мало. Аптечку прожимаю. Нажимаю, титанчик и забираю. По диктатору выстрел раз. По диктатору прострельчик выстрел. Нет, не будет два. Ладно, стоим пока здесь в позиции. Пока что ждем овердрайва, который должен уже с секунды на минуту, на минуту, на секунде падать на центре. Смотрим пока что на контроле. Пока что на контролейшене. Рассматриваем овердрайв, он падает, и я именно в этот тайминг ухожу на респ. Ну, все как всегда. Все как всегда, ничего не меняется. Овер падает, я на респе. Ну, дефолт, 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 дефолт. Ну, я там зря сам открылся, широко очень. Ну, ладно, 85 у меня и так есть. Пробуем, пробуем уничтожать оппонента. Пробуем здесь по дику накидать. Получится, не получится сейчас забрать его. Хорошо. И, походу, последний выстрел, если я сейчас попаду. Но он уже так, блин, и в сейве я закрылся от меня, зато открылся под другого типа. Гениальные решения от игроков матчмейкинга, что я могу сказать. Главное закрыться от страйкера, который и то может попасть с очень-очень небольшой вероятностью. Зато открыться под типа, который будет спереди. Ладно, овер раздали. Четыре килла у меня пока что. Пока что дела, ну, не так все уж жестко идут. Пока что такое количество киллов мне говорит лишь о том, что придется скоро даже, мне кажется, не три боя, а четыре играть. Ну, ладно, пробуем. Пока что мы еще пробуем. Пока что мы пробуем реализовать все это дело. Опа, у Хантера есть какой-то супер дрон, который ему дает фул расходку с респа. Прикольный дрон, тоже хотел бы его. Это шелтый дрон такой интересный. Я забыл, как он называется. Ну ладно, не суть, важно. Важно то, что у меня четыре килла. Это очень и очень плохо. Что у меня четыре килла. Такой катки. А еще хуже, что у меня 24 аптеки осталось, ребята. Что я буду делать без аптеки, а? Буду респиться, по ходу дела. Буду только респиться и респиться. Так, ну и, как оказалось, сотик киллов заданка не самая уж и простая заданка. Возможно, можно было пикнуть какую-то попроще заданку. Я почему-то думал, что сотик это легкая заданка. Ну, пока что не все так просто. Пока что не все так просто. Я уже думал, он в восьмиступенкой играет. Там так начали лететь ракеты. Я уже думал, сейчас как еще до бабки мне прилетит. Вообще габалла будет. Так, овердрайв упал и продержался довольно долго на центре. Соответственно, сейчас будет такой тайминг, что я должен прожимать свой овердрайв. Потом забирать овер на центре. И получится, что у меня будет полноценных два овердрайва. Опачки! А вот это уже то, что нам надо. Это золотой ящик. Это суперконтроль голда. Сейчас будет. Сейчас будет жесткий контроль голда. Может быть контейнер. Нет, не контейнер. Тейнер обычный. Обычный титанчик на контроле. Но я перед титаном. Я здесь. Я забираю. Забираю свою тысячоночку. Меня шафт почти ваншотнул. Бомбочку прожимают мне. Откатываться успеваю от нее. И фул расходочкой. Ага, титанчик. Хотел дать. Хотел дать. А ракетка как полетела. Он сразу испугался. И промазал. Конечно. Я бы тоже испугался такой ракеты. Которая как вылетает. Так даже не знаешь. Залетит она, не залетит. И насколько больно залетит. 16 киллов у нас, ребяточки. 16 киллов. Это уже неплохой результат. Но все равно. Еще нужно постараться. Так. Не успел я диктатора забрать. Их 4 кстати осталось. 4 на карте чела осталось. Так. 2 минутки. 2 минутки. Ну за 2 минутки. По идее. За 2 минуточки. Я могу. Ну еще киллов хотя бы 10 дать. Ватикат. Если 10. Нам будет неплохо. Может быть даже стоит попробовать какой-то другой режим. Потому что что-то как-то в ТДМке не очень идет. Может быть мы сейчас. Возьмем. Сделаем такой ход конем. И пикну быстрый бой. И там что даст, то даст. Может быть на быстром бою будет ближе к моим званиям бой. И там будут играть такие. Ну не то что нубики. Но поменьше звания. Поменьше звания. Ну наверное даже и правильнее сказать нубики. Ну посмотрим сейчас. Если пикнет будет хорошо. Желательно просто какие-то хоречки. Вас пики там. Ну так чисто чтобы быстренько-быстренько накелять их. А то вот видите. Ну вот бой и противник весь ливнул. Нормальный бой. Просто два оппонента осталось. Два. И чел еще переоделся на дико страйкера. Так у меня был овер да. И овер на центре походу уже тоже упал. Походу я весь тайминг уже профукал. Ну ладно. Два оппонента. Тут в принципе овердрайв падай не падай. Особо ничего хорошего из этого не выйдет. Докатываем эту катку и получается пикаем в решающую наверное. Наверное решающую. Хотя нет какая решающая. У меня сейчас 50. Ну 50 за катку. Когда-то я уже давал 50 за катку. Но там были не 15. Ой там были не 7 минутки. Там были 15 минутки. На 15 минутки там дать. В каком-то смысле проще все это дело было. 40 секунд. Давайте попробуем тут еще хоть чуть-чуть. Хоть пару кильчиков забрать. Чтобы попроще было. Ну и наверное тяжело будет. Но попробуем. 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 Посмотрим что еще мне по режиму даст. Пикнет что-то интересное может быть. Осталось 15 тысяч до новой звонки. Уже совсем скоро будут выходные. Там будут повышенные все наши любимейшие. Панды. Повышенные опыты. Я думаю что мы уже совсем скоро будем лейтенантом. А если я буду лейтенантом. То вы знаете что. Диктатор уже будет на другой прокачке. И там походу резист на шафт тоже открывается. Потому что шафт в следующей модификации есть. Но это не точная информация. Можете к слову по этому поводу написать. Потому что я как-то и не знаю. Так. Ну и еще один боечек. У нас 51 килов. 49 килов. А я пикнул командный бой. Я говорил что пикнул быстрый бой. Ну сейчас посмотрим что мне дало. Дало такое себе. Поэтому давайте все-таки сделаем тот пик который я хотел. Это быстрый бой. Ну сейчас посмотрим что мне дадут. Что мне дадут за боечек. Надеюсь не тот же самый. Не тот же самый с Аликан с ТД. Мне сейчас пик. О. Бобруиск. Режим. ЦП. О. Хорошая карта. Хороший режимчик. Посмотрим. Посмотрим сколько мы можем в ЦП дать. Сколько мы можем дать в обычной ЦП. Здесь вообще есть очень большое количество разных позиций. За эту базу. Можно было бы и отверх отыграть. Но я хочу почему-то вот здесь вот ближе к дороге. И возможно даже чуть-чуть поагрессивнее вот так вот встать. Вот так. У меня аптек конечно мало. Но здесь открывается контроль на центральный овердрайв. И за счет этого контроля я могу себе хорошо поддавать тех недостающих аптечек. Которых у меня осталось 21 штука. Так. И как раз таки здесь есть против те самые легкие корпуса. Хопперы. Есть викинги которые на два выстрела. Если с ДДшкой стрелять. Но и они что-то как-то особо расходку не проживают. Это дополнительная возможность их уничтожать. Так. Смотрим за овером. Овера пока что я не вижу. Зато у меня уже 95%. 5 киллов я уже дал. 5 киллов уже дал. Так. Сейчас мы прожмем овердрайв. Титан залагивает. Что-то как-то у него не все прекрасно. В этом плане. Ну ладно. Раздали овер. Реализация крита на высшем уровне. 0 выстрелов с критом. Это просто шикарная тема. Но у нас есть второй овердрайв. Который уже должен был падать. Может быть я его уже и профукал. Сейчас посмотрим. Осталось 20 секунд. А нет. Вот он падает. Это хорошо. Хорошо что он падает. Вас бомбу не успеет прожать. Шикарно. Он просто не заметил что овер падает на центре. Там походу. Не так все просто было у этого молодого человека. ДДшка есть дроповая. Давайте сыграем через нее. Лишней ДДшка дроповая точно не будет. И попробуем сейчас еще дополнительно раздать овердрайв на своего титанчика. Слить хоппера. Первый выстрел без крита. Второй с критом. Уничтожаем его. Сразу же пушим вражеский респ. Пробуем забирать здесь хорька. Хорька забираю. Диктатор на один выстрел. Раздаст овер. Нет. Не успевает. 2000 крита еще. В добавку. Викингу надо добавить еще один выстрел. Но он со второго не уничтожается. Если бы 1000 дал бы точно бы слил. 14 киллов. 14 киллов за 2,5 минуты. Это потенциальная катка где-то на 35. На 35, на 40. Ну если 40-ку выбить, это конечно было бы вообще идеально. Но я почему-то думаю, что 40-ку в таком бою очень тяжело выбить. У нас 81% овердрайва уже. Это хороший результат. Это значит, что мы сейчас прожимаем овер и контролируем центральный. Забираем центральный. И все. У нас становится вообще очень-очень достойно. Так, первый выстрел с критом залетел. Шикарный. Второй я не успевал. Выстрел по викингу неплохой. Но, к сожалению, сплошом он меня забирает. Совсем скоро падает овердрайв на центре. Где-то через секунд 20. И попробуем сейчас вот где-нибудь здесь занять позицию, чтобы меня еще не слили. И забрать овердрайв. Давайте где-нибудь здесь встанем. Как раз под купол. Шикарно будет. Тут покидать через верх по викингу. Хорошо. Мой килл не забрали. Не застилил. Хорошо. Еще викингу крита залетает. Хорошего. По вастрику выстрел раз. По вастрику выстрел два. Овердрайв падает. У меня уже 75%. Нифига себе. Но брать надо. При любом раскладе. У меня тайминги. И если я по этим таймингам бы сейчас не забрал. Ничего хорошего бы не вышло потом. Лучше брать сейчас. Так. Раздадим овердрайв. Давайте наверное на центральном мосту. Ну как центральном. На маленьком вообще-то. Маленьким может считается. Ну тиммейт слился. Надо ехать дальше. Здесь бы было бы неплохо раздать. И через верх насыпать. Ой хороший выстрел. Ой шикарный. Второй бы еще в такой же попал. Было бы вообще супер. Но здесь три типа было. В одном подъеме можно было. Дать что-то что-то. Но я не попав. Не попав. Раскачка улетела вниз. Но выстрел первый был очень хороший. Через борт. На верхний крит. Там вообще супер. Залетело. Шафт извини пожалуйста братик. Но я так чисто тебя немножко потревожу. Объеду. Диктатор там сводку какую-то профессиональную оформлял. Так. Хорошо. На подборчике дропа. Так. И вот здесь вот. Вот здесь можно тоже постоять. Хорошая позиция для кемпа. Можно даже здесь встать. Почему я здесь не стоял до этого. Хорошая позиция. Их сразу овердрайвик раздаем. Так. И он туда еще критический. Хороший критический. Так. Надо главное не забыть про то, что сейчас скоро будет падать овер на центре. Я надо его проконтролировать. Я проконтролейшн сделаю. И тогда можно будет уже еще килов добавить. 29 у меня. И минута 40. Так может быть если бы я обстоял бы изначально на этой позиции. Может быть даже и до 50 в этом бою сумел бы дотянуться. Что-то как-то очень хорошо киллы идут с этой позиции. Здесь получается весь рез подкрывается. Как на ладони. Так. Овердрайва не вижу. Но уже по таймингу должен падать. У меня уже еще один накопился. Трайкер. Страйкер. Не целься. Пожалуйста. Овердрайв падает еще один. Объедем вот этого молодого. И делаем контроль овердрайва. Я понимаю, что диктатор. Ой, диктатор Титан. Ты хотел взять его. Но братанчик. Ну все. 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 Не нервничай. Не нервничай. Пожалуйста. Я понимаю, что ты его хотел забрать. Но я тебе могу дать еще и фулл расходку. Поэтому мне намного выгоднее взять этот овердрайв. При том, что я ему-то сразу его раздал. Я мог его не давать. Но я раздал. Потому что молодой прожал овердрайв. То есть как бы я все сделал. И выгодно для него. Так. Здесь попер рельса какая-то пикает. Попер рельса пикает. Что-то как-то больновато. Мне накидали за шиворот. Допикал себя, короче. 35 килов. 30 секунд до конца. Это досрочка. 35. Ну 35 неплохо. 35 очень неплохо. Это значит, что мы делаем далее-далее. И завершаем. Завершаем нашу всю. Темочку. Желательно даже было бы, наверное, в начатый бой. Мне осталось меньше 15 килов. Нас пикает в новую. Но я думаю, что мы даже в этой новой можем сразу просто дать килы. И катку не доигрывать. Если получится так сделать, будет супер. Мне надо дать где-то килов 10. Потому что там было чуть больше у меня. Ну, на верочку можно дать 12-13. Ладно, сейчас посмотрим, как пойдет вообще этот бой. Если быстро пойдут килы, то можно его не доигрывать. Аптичку прожимаем. Сразу пушим. Три килла уже есть. Все равно за эти бои особо большого количества кристаллов мне не дают. Чтобы их с нетерпением ждать. Опа! Вот сейчас голдик поймаю! Ай, голдик, какая позиция печальная. Вот голдик бы поймал. Как раз окупил бы этот бой. И можно было после килов ливать. Но может быть успею еще доехать. Или не успею. Блин, шансов очень мало. Шансов очень мало. Точка голда такая-си печальная. Еще и когда по мне накидывает викинга Гаусс, оппонент забирает мои замечательные кристаллики. Мою ты щеночку красивую забрал. Так, здесь шафт какой-то опасный. Что по нему очень мало залетает урона. На каких-то качков мне накидало походу, да? В каточку. Бобруйск был шикарный. На Бобруйске, на той позиции, если бы я изначально сыграл бы, можно было бы очень некисло надавать килов. Так. Мяч кинули в киллзону. Это наш отличный шанс доставить. Так, там голд на центре. Ладно. Пошел я за голдом, ребят. Тысячи все-таки больше, чем то, сколько я могу заработать с этой катки. Потому что на таких звонках пища куда актуальней. Шанс взять ее, конечно, не такой большой, но, блин. Был близок. Был близок. Тыщеночки. Тыщеночка бы сейчас мне очень сильно помогла бы. Так. Давайте пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Васпика. Васпика, Васпика, Васпика. Васпика надо. Ой, там еще голд. А где голд? Не бачу где голд? А где голд? А, на центре падает. Понял. Вижу. Контролирую. Васпожига. Бомба. Шикарная. Не очень. Едем. 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 Сливаем. А, не толкаю даже, блин. Он моил шанс. Был шанс забрать. Но там какой-то жесткий тип на прокачках. Голды сыпят, 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 сыпят голды. Сыпят. Кто-то насыпает этих золотых. Кто-то очень добрый насыпает мне голдов, а я взять их не могу. Опять точка печальная голда. Почему вот не на нашем респе точка? Почему на их респе точка? Золотого ящичка. Давай еще один, молодой. Если можешь оформить, еще один было бы шикарно. Я потому что уже готовый. У меня овердрайв есть. Это уже 90% успеха, что я заберу голдбэк. Сейчас проверим. Даст что-то, что-то и не даст. 0-1 мы летим. Пилы я уже вроде как набил. Ну и осталось только голд поймать. Все, голд Будда. Будда дуже добрая. Оп, голд. Ай-яй-яй, какая точка голда. Нажму овердрайв так, потому что иначе я с респа точно не доеду до нее. О боже, мне... О боже, ну что это за игроки? Они просто два бригадира меня унесли. Просто два брига. Сказали мне, давай-ка до дому, друг ты мой хороший. А не будешь ты здесь голды контролировать. Ну, точки такие, да. Не совсем приятные на вражеском респе. На нашей половинке было бы намного проще забрать бы. Такой голдбечик. Так, ну у нас остается 3 минуты. 15 килов. Я только сейчас набил. Да, и... Ну, выходить с этого боя можно было бы. Ну уж ладно, доиграем его. Доиграем. Что-то, может, какие-то бабки заберу хоть. Плюсану. Потом эти кристаллы при любом раскладе мне понадобятся. На этом замечательном Акке. Так. Ну и опять меня респит. Ну, видите, даже против таких званий, казалось бы, да. 7000 ГС, 6000 ГС, по 5000 ГС, да. Хорошо все равно себя показывает диктатора страйкер. У меня 290 очков. У них у первого 190. Ну, значит... Значит, страйкер что-то может. Значит, страйкер является той пушкой, которая дает контенту. Правильно? Дает контентику. Дает уничтожение оппонента. Но и не берет золотые ящики, к сожалению. Здесь что-то как-то с этим проблемочки. Проблемочки. Хотя этот аккаунт по голдам у нас очень хороший. Шафт ваншотает. Ну, у меня ДАшки не было. Он еще и на тяжелых кондерах. Ой-ой-ой. Какой-то вообще жесткий, опасный тип. На тяжелых кондерчиках. Нам еще один мяч доставляют. Без шансовик какой-то начинается. Ну, было бы неплохо хотя бы один поставить. В пину еще какой-то пулик накидывает. Здесь на майорах, на подполковниках, такие жесткие типы играют. И у них еще по три резиста. По три резиста. Да. Тяжело будет в дальнейшем мне сразу. Это я уже знаю. Что вот эти всякие майорчики, полковнички, это будут самые тяжелые звания. Мне один человек вчера на стриме сказал, что на генерал-лейтенанте открываются комплекты с диктатора-страйкером. И то, что там его можно будет, скорее всего, приобрести МК-7. И меня как-то это вдохновило на то, что побыстрее мы сможем получить хорошую торпеду. Хорошую уверенную торпедочку. И кажется, до генерал-лейтенанта уже и не так далеко. Но у нас уже совсем скоро леет. А если была бы премочка, то я бы думаю, что я уже бы где-то около майорчика бы сидел бы. Но премочка пока что не хочет падать. Пока что не хочет падать. Может быть, ближе к Хэллоуину сделают какие-нибудь миссии, где можно будет халявную премку сорвать. И вот тогда уже на халявной премочке, выполняя там миссии. Ну и контейнеров еще будет большое количество. Где-нибудь я надеюсь на то, что премочку мне дадут. А если еще и премочку дадут на 10 дней, это будет вообще просто бомба. Просто бомбочка. Так, все, вот этого мы не уничтожаем. А вот этого, вот этого может быть уничтожаем. Тесла Рус. Чел играет. Да, он играет на Тесле. Я хотел сказать, он играет на Крусейдере. У него же пушка написано, что он Тесловод. Ну, Тесла Крусейдер неплохо. 455 очков набиваем за катку второго моего 200. У противника 300. Хорошая, хорошая, хорошая каточка. Как-то так, друзья. Забираем еще все призы. Дополнительно контейнеры, я думаю, что еще не будем открывать сегодня. Забираем просто один. Еще один мы сегодня вечерочком тоже, я думаю, что заберем. Будет у нас плюс два контейнера. Ну и почти 200 тысяч кристаллов я себе вернул. Пока что у нас прокачивать нечего, покупать нечего. Соответственно, кристаллы, я думаю, что будут копиться. Не забываем, друзья, прожимать лайки. Не забываем подписываться на канал. Каждые 10 лайков не забывайте, что это открытие контейнера. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, ну подписывайтесь, ребяточки. Ну если еще не подписаны, возьмите, нажмите эту замечательную кнопочку. И, друзья, я не так часто говорю, но не забывайте про то, что в описании у нас до сих пор всегда идет розыгрыш. До 15 ноября, до 15, то есть грубо месяц остался. Идет розыгрыш по тегу TeamP, по тегу, который вы можете вот здесь вот поставить. Замечательный аккаунт, тег создателя контента, тут такой хоп-хоп. TeamP красивую, бах-бах-бах, хоп, поставили. Какую-то покупочку произвели, там что-либо купили. Да, у вас там, ну например, там, не знаю, прямочка закончилась, вы приобрели. Или там, купили танкойнов, купили себе какую-нибудь спецушечку. Сделали все это с тегом, сразу же, быстренько спустились в описании, открыли, заполнили анкеточку и участвуйте в розыгрыше. На 2 лямчика крисов, на 50 тысяч танкойнов. И у вас уже хороший шансик есть, чтобы кэшбэкнуть свои бабосы, которые вы вкинули. Поэтому как-то так. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.